Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня у нас гость на YouTube-канале мастер рыболовного спорта, член сборной Украины по фидерному спорту Гриченко Константин. И сегодня мы будем говорить о прикормках, потому как не каждый из вас знает, какую прикормку где использовать. Поэтому хочется узнать нюансы и моменты, связанные с ловлей, как на реке, как на озере, и как ловить конкретную рыбу, например, карася, карпа и так далее. Всё, что вы видите сейчас на этом столе, это всё будет разыграно на нашем YouTube-канале «Всё для клёва». Поэтому досмотрите видео до конца и узнайте условия нашего конкурса. А сейчас я умолкаю и представляю слово Константину. Друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать! Кто не в курсе, зовут меня Гриченко Константин. Вот решили выбраться с Александром, потому что много вопросов возникает по использованию прикормок от любителей. И людям сложно адаптироваться в этом огромном рынке, сложно что-то выбрать для себя. Проведём такую нашу небольшую презентацию на прикормках торговой марки «Фишдрим». Для начала я вас введу в курс дела. Существует здесь представлено 4 серии корма. Это обычная серия «Классик» «Фишдрим». Это классическая прикормка, достаточно в бюджетном сегменте. Следующее на удорожание мы идём. Идёт клубная серия. Здесь представлены более высококароматизированные корма с более дорогими компонентами. После неё уже известная IQ серия с какими-то уже легендарными составами, такими как карп-карась, который очень хорошо ловит рыбу, например, у нас в регионе. И также есть такое, можно назвать бюджетное решение, но корм здесь действительно высококачественный. Просто упаковка у нас 2-х килограммовая с удобным замком, с удобным зип-пакетом. То есть это позволит рыболову, которому не нужно на данный момент использовать все 2 килограмма при кормке, сохранить часть до следующей рыбалки. Долго думал над тем, как попытаться вам объяснить, как разбить всё это огромное количество корма, огромное количество серий на какие-то подпункты. Поэтому разделил я условно наши корма на какие-то карпово-карасёвые, на лещевые, универсальные и на плотвины. Поэтому сразу вам оговорюсь, что если вы словите, например, плотву на карповую прикормку или карасёвую, это не значит, что что-то было сказано не так. Это значит, что прикормка работает. И работает в основном прикормка вся и по всей рыбе. Но мы отталкиваемся от какого-то опыта, от каких-то предыдущих наработок в надежде, что это сработает и в этот раз. От предпочтения рыбы, я так понимаю. Да, конечно. От предпочтения рыбы, от успешных уловов, от успешных выступлений. Именно это является каким-то фактором, от которого стоит отталкиваться в дальнейшем. Так, начнём мы с карпово-карасёвых прикормок. Их очень большое количество здесь представлено. Я думаю, не будет иметь особого смысла рассказывать, какой непосредственно корм чем пахнет. Так как это придёт к тому, что данный корм пахнет, имеет сливочно-шоколадный оттенок. Он имеет достаточную липкость, но и при этом размывается легко потоком. То есть это всё будет тавтология. Поэтому я просто объясню в двух словах, во всяком случае постараюсь, когда и для чего их использовать. Начнём, к примеру, с карпа. Это классическая серия карповая прикормка. Это очень универсальный корм, который подходит для ловли как на стоячих водоёмах, так и на реке. В нашем регионе я бы отдал предпочтение им ловли на том же Днестре. И также, помимо карпа, отлично этот состав работает по карасю. Его можно миксовать, в принципе, со всей линейкой. Это такой универсальный карповый корм карасёвый, со всей линейкой остальной. Есть у нас вот уже клубная серия, это Гросс Карп. Этот корм имеет такой ярко выраженный сладкий аромат, пахнет вкусно печеньком. Поэтому он добавит концентрацию ароматики, к примеру, к этому корму. Но этот корм, в свою очередь, немного притемнит, если вам не нужен такой яркий оттенок, эту смесь. Напомню, все эти корма можно смешивать между собой. Также вот уже серия IQ, это корм-метод. Это очень липкий корм, который можно использовать во флетфидере, который можно использовать любителям в различных снастях с использованием пружины, то есть для контактной ловли. Этот корм также самодостаточный, можно им ловить только этим видом. Можно смешивать с любым из остальных. Но он, в первую очередь, липкий. То есть флетфидер подойдет вполне. Теперь, это, наверное, хит нашего региона, хит-продаж. Называется Monster Carp. Ну, во-первых, и людей цепляет, наверное, все-таки название. Monster Carp, все хотят поймать монстра. Во-вторую очередь, уже карпа. Фишка этого корма в том, что он очень сладкий и он пахнет горохом. То, что отлично у нас работает по региону. У нас горох в последние лет 5, наверное, ест уже вся рыба. Я не удивлюсь, если там судаки обленились и едят горох. После того, как его такое количество у нас находится в воде. Еще хотелось бы рассказать, если брать именно такой, все-таки, нацеленность на карпа с переходом на карася. Это IQ-шный карп Carasio. Это, наверное, мой любимый корм из всей IQ-серии. Это отличный корм для работы летом. У него очень хорошая вязкость, которая четко контролируется количеством добавленной воды. То есть, этим кормом, в принципе, можно ловить на стоячем водоеме, можно ловить на течении. Очень понятный корм. Вам достаточно будет с первого использования понять в дальнейшем, сколько чего добавлять. Что после этого из себя представляет механика корма. Он очень сладкий, пахнет печеньком, имеет вкрапление красного пастанчина, молотый лен. Что делает эту прикормку очень самодостаточной. И я этим кормом, пользуясь также на соревнованиях, он меня вполне устраивает. Друзья, ну, переходим к 2-х килограммовой пачке. Здесь у нас Карп Карась Линь. Этим кормом я ловил на прошлом чемпионате Детской области, где мы заняли командой второе место. Я там в личке второе или третье, если не ошибаюсь. Тоже самодостаточный корм. Единственное, что я бы его все-таки дополнительно ароматизировал. Либо добавляя в него непосредственно Карп Карась IQ, либо используя какой-то ликвид. Давайте просто уже по одному слову буду говорить, так как это видео займет у нас полтора часа. Есть 2-х килограммовый карп Сезан Амур. Фишка этого корма, он фруктовый. Это ягодный корм, отлично работающий летом по крупной и средней рыбе. Также есть хит еще один нашего региона. Это красный карп. Это прикормка с ярко-клубничным ароматом. Отлично работает по всем карповым. И, друзья, здесь у нас Карп Микс, Карп 2XL. Он, кстати, идет со сливовым запахом. Тоже очень интересный корм. Костя, объясни, вот эта карповая прикормка, какая из них лучше работает летом, когда весной, когда осенью? Ну, как-то она должна как-то отличаться между собой? Да, она отличается. Это весьма условно, так как, опять же, каждый рыболов может попасть в разный клев. Но, по сути, можно разделить так, что сладкие ароматы, такие как слива, такие как красный карп, как клубника, это ароматы, которые работают летом. Как карп-карась, то есть сладкие, интенсивные летние запахи. Поэтому весной я бы все-таки в нашем регионе, опять же, отдал предпочтение каким-то гороховым кормам, либо даже, пускай даже сливочным. Слива, на самом деле, еще весной не будет. Горох тоже летом хорошо ловит. Да, но, как бы, летом ловят практически все. Весна все-таки более сложный этап для рыбалки, если не учитывать разве что ход. Друзья, также вам советую, когда вы едете на карповую, либо карасевую рыбалку, если у вас есть возможность замешать корм с вечера, лучше делать это с вечера. Поскольку корм должен впитать влагу, раскрыться, фракция должна, а не создать вокруг себя какую-то влажную оболочку. Тогда у вас увеличится объем, и корм механически будет работать более правильно. И лещовый тоже, может, лучше всего вечером замешивать? Смотрите, Александр, мы к этому сейчас перейдем. В принципе, 70% составов на леща имеет смысл замешивать с вечера, поскольку лещовые корма тоже такие неактивные по своей механике, как и карповые. В случае с плотвинными кормами, это уже совсем другая история. Костин, ты говорил про карпа, а расскажи про карася, именно вот карася, когда карп еще не клюет, а вот карася можно поймать, вот какие прикормки на карася есть. Да, я увлекся карпом, поэтому смотрите, карасевые составы, основные, особенно весенние, но я бы отдал предпочтение, наверное, этим двум все-таки. Это карась-чеснок и обычный карась. Весной карась-чеснок, также в совокупности с обычным карасем, дает отличные результаты именно по этой рыбе. Также карп, в принципе, не брезгует. Я так понимаю, что это то же самое прикормка, только та с запахом чеснока, или нет? Нет, все-таки фракция здесь немного отличается. Есть дополнительные компоненты, но я думаю, столь глубоко мы не будем углубляться, или же у вас есть, друзья, лишние 5 часов времени, с удовольствием расскажу вам. Давайте про леща. Так, переходим к нашим лещовым видам прикормки. Ассортимент тоже достаточно широк. Сразу хочу вас предупредить, что, в принципе, рассказать конкретно о леще очень сложно, так как есть универсальные составы, есть какие-то плотвенные составы, которые хорошо работают по лещу. Мы отталкиваемся от таких среднестатистических. В первую очередь, рыболову легче ориентироваться по наименованию непосредственно кормов. То есть, если на прикормке у вас написано лещ, соответственно, эта прикормка делалась изначально под ловлю леща. То, что вы можете словить другую рыбу, это уже плюс вам. Начнем отталкиваться. Есть у нас вот такой вот клубной серии лещ плюс. Отличный корм. Он желтый, яркий и высококалорийный. Также в нем добавлен бетаин, который является пищевым возбудителем для рыбы. И также ускоряет все процессы в организме, заставляет рыбу как бы питаться более усердно. Есть такой интересный корм, как IQ серии, как лещ шоколад. Лещ шоколад отличный корм коричневого цвета, с запахом, соответственно, шоколада. Лещ очень хорошо реагирует, но лучше все-таки, наверное, в летнее время года. А это получается на весенний, да? Это универсальный, ну это даже не весенний, это тоже более летний состав. Да, более летний. Он сладкий, более летний. Я сейчас перейду плавно к весенним составам, которые бы я посоветовал. Это лещ горох, опять же, в нашем регионе. Отличная прикормка, которая имеет в себе хлопья гороховые. И также дополнительно фракцию гороха, непосредственно от самих зерен. И есть у нас спайси брим. Это такая очень ароматизированная специями прикормка, которая хорошо работает в весеннее и в осеннее время. Есть обычный лещ, универсальный, на самом деле, для каждого времени года. Это такой он имеет сливочный аромат, сладенький, вкусненький. Секундочку, я хочу тебя переведить. Скажи, пожалуйста, вот лещ горох и карп горох, в чем принципиальная разница? Принципиальная разница все-таки в первую очередь во фракции. То есть там фракция крупнее. Если здесь корм достаточно среднефракционный, то монстр карп, он такой, достаточно крупнофракционный. И все-таки этот корм по сравнению с карпом имеет немного выше динамику непосредственно механики. Поэтому вы можете на этот корм ловить успешно карпа, как и на тот корм ловить леща. Но делалось это для леща. И смысл в этом есть. Сейчас будем плавно переходить к кормам, которые нельзя категорически разделить на плотвины и лещовые. К примеру, это такие универсальные составы. И закончим мы уже конкретно плотвиной. Это славно известный спортблэк клубной серии. Это корм, который, я не побоюсь этой фразы, работает всегда и везде. И он меня очень часто выручал. Если я еду на какой-то водоем, где вообще не знаю, что происходит, возьму спортблэк и поймаю на него рыбу. Есть у нас BlackBream, черный лещ. Судя по названию BlackBream, соответственно, черный лещ, это лещовый корм. Но отлично работает, как универсальный корм по густаре, по плотве, ну и, соответственно, по лещу. И есть у нас корм с названием Universal Feeder 2-килограммовый. Очень хороший корм, со сливочным таким запахом, нейтральным, сладеньким, имеет такой буроватый цвет. Отлично подойдет для ловли в любое время года, практически любой белой рыбы. Ну и затронем, наверное, все-таки более такие плотвийные уже составы, даже не составы, а виды прикормок. Это плотва, что нам дает понять, что это плотвийный в первую очередь состав. Чем он отличается от вышеперечисленных с надписью лещ? Лещ, это более высокоактивная смесь. То есть эта прикормка будет создавать на вашем столе какую-то постоянную динамику. Конечно, не стоит забывать, что нужно правильно увлажнить корм, но это уже другая история. Также есть у нас Super Black. Это тоже отличный универсальный корм, который ловит всю белую рыбу. Им, на самом деле, даже можно пользоваться в случае, когда нужно притемнить какой-то карасевый состав. Если у вас, к примеру, прозрачная вода и карась неактивный, вы можете взять, вернемся к карасю, можете взять обычный даже карась, смешать его с этим кормом, и получится у вас темная смесь, нацеленная все-таки ароматикой и фракцией на карася. Хорошо, а разница Sport Black и вот этот Super Black? Разница между Sport и Super Black в том, что это немножко разный ценовой сегмент, и здесь используются компоненты более дорогие, чем здесь. Насколько рыбе это принципиально, вопрос достаточно теоретический, но рыболовы могут подобрать под свой кошелек смесь, которая им необходима. Понятно. Также универсальные составы, такие как фидер, ну, это стандартный универсальный состав, вся белая рыба. Есть фидер плюс, включающий в своем составе бетаин, опять же, ускоряющий все процессы в организме. Также бетаин содержится, в принципе, во всех продуктах пищевых, которые рыба воспринимает. И когда бетаин попадает в воду, рыба ощущает, что в воде что-то есть, и есть это что-то очень вкусное. Идет на нашу прикормку, а после и пробует нашу наживку. Понятно. Костя, расскажи, а вот есть какие-то, например, не только речные, а вот, например, чисто озерные варианты? Или, например, там, на Толстолобика? Отличный вопрос. Лейдер там какой-то? Да. Вот есть серия кормов, я их так отдельно положил. Они, конечно, условно фидерные, то есть эти корма, ну, как и всю линейку, можно использовать в поплавке, в фидере. Но это, как бы, технопланктон, это очень мелко-фракционная смесь, ароматизированная, заточенная для ловли толстолоба. Также эту прикормку можно использовать в поплавочной ловле, в ловле уклейки и мелкой плотвы, которую нужно ловить непосредственно в ярусе. То есть получается, что она поднимается, да? Да. То есть эта прикормка очень высокодинамичная, создает муть. Да, правильно, создает муть и лифтинг частиц, которые движутся вверх-вниз. Я так понимаю, что и гейзер точно такой же, да? Да, соответственно, и гейзер это та прикормка, которая, ну, в принципе, такой же спектр применения, как у технопланктона, только немножко другая ароматизация. То есть она более универсальная, как по мне, мое личное мнение, по ароматике. Также есть толстолоб амур. Это корм тоже мелко-фракционный, активный, но с запахом таким травянистым, разработанный для ловли толстолоба. Очень популярный корм. И есть недооцененный почему-то у нас в регионе такой корм, как озеро. Этот корм, в принципе, это вот тот корм, о котором вы сейчас, в принципе, и задали мне вопрос. Этот корм в совокупности с любым другим, с плотвой, либо же вы ловите карася с карасем, этот корм добавляет активности, легкости нашей смеси и позволяет ловить на стоячих водоемах. И правильно это делать. Костя, ну все понятно, вот прикормки вроде все красивые, для разной рыбы, но ведь у вас, как у спортсмена, наверняка есть какие-то предпочтения, которым вы вот лично даете свое внимание и именно на них ловите, а не какие-то другие. Это секретные секреты? Да, самые-самые, самые, что не на них. Выключайте камеру, Александр, вам расскажу. Не, ну что, для наших подписчиков у меня нет секретных муки. Смотрите, есть прикормки для разных условий, но, опять же, будет долгий монолог. Итак, давайте скажу свои какие-то любимые. Например, из карпово-карасевых составов. Карп-карась, понятно. Это, наверное, IQ-шный карп-карась. Давайте три вида, хочу больше. Это гросс-карп, это очень сладкая, вкусная прикормка, которую, помимо рыбы, любви рыбы к ней, я испытываю такую же любовь, потому что я бы ее ел с удовольствием. И давайте все-таки добавлю третью. Третья, это 2-килограммовый пакет. Карп-карась-сазан. Или что там у нас? Линь. Поэтому эти корма, три корма, наверное, все-таки являются моими фаворитами. А мои знаете какие? Не знаю. Мои супер-блэк, вот, это ранее. А мы по карпу и карасю говорим. А карп-карась, это вот это, горох. Друзья, монстр карп-горох, это самое... А у вас даже, видите, хорошо подходит под одежду. Это стиль. Универсальный по всей рыбе. В любое время года. Тогда это будет выглядеть вот так. Спорт-блэк, супер-блэк. Хорошо. А вот если, например, ты не знаешь, что клюет на водоеме? Тогда это будет выглядеть вот так. Спорт-блэк, супер-блэк. Ладно. Нет, ребят, отличная есть лещовая. Очень такая широкого спектра работы прикормка. Очень универсальная. Есть куча, невозможно, в разряде 40 позиций, или там сколько их тут, дать свою любимую. Потому что, да, я бы, действительно, это для меня универсальный состав. Может, это психологический фактор. Но все-таки пользовался я всеми этими кормами, за исключением, наверное, только на толстолобу. Потому что, ну, я не ловлю как-то толстолоба, как-то времени на это у меня нет. А многие, кстати, ловят. Потому что в озерах очень много толстолоба. Конечно, да, это очень популярный корм. И я вам скажу, что тут еще и белый амур на него клюет хорошо. Ну, да. Кстати, он толстолоб амур. Да, толстолоб амур. Ну, как бы, нарисован у нас толст... Не, вот, толстолоб амур. Не, не, название я понимаю. Это по рисунку. Ну, отличный корм. На самом деле, узко специализирован. Я его ловил. Словили толстолобу? О чем говорить? Хочу сказать вам спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Потому как будет еще вторая часть. Мы перейдем плавно с Константином Криквидом. Но вот это вот все ваше. И мы это все разыграем. И условия такие. У Константина тоже есть свой канал на YouTube. И тот, кто подписан на YouTube-канал «Всё для клёво». Кто подписан на канал Константина, ставит комментарий под этим видео. Комментарий. Да. И все тогда, значит, мы выберем, каким образом. Ну, через рандом выберем, определим количество. Не знаю, там, пускай будет 8 финалистов. Среди которых мы и разыграем весь этот скарб. Друзья, условия очень просты, как сказал Александр. Должна быть подписка на его канал, Светлый Клёво, на мой одноименный канал, Гришенко Константин. Где, в принципе, у меня другая немножко специализация. Это более все-таки спортивная рыбалка. Я хочу донести до вас какие-то свои моменты, которые... Ссылка на YouTube-канал Константина будет в описании к этому видео. Да, ссылку Александра, я надеюсь, оставит. Поэтому там вас ждет немножко другой формат. Ну, надеюсь, вам будет интересно. С удовольствием эти корма вам предоставим. Все, что от вас требуется. Подписка на наши два канала, Александр ссылочку ставит. И комментарий под этим видео. Поэтому смотрите. Надеюсь, вам это будет интересно. Вы были на YouTube-канале «Всё для клёво». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. У нас ликвиды и... И непосредственно замес кормов между собой. Кстати говоря, это очень важный момент. Потому что очень многие не знают, как правильно замешивать прикол. Все верно. И он подкажет. Все, пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok